Сегодня в Алматы произошла перестрелка. По информации Министерства внутренних дел, преступник пытался проникнуть в здание Алмалинского РУВД. Погибли полицейские и житель города. Сейчас в Алматы введен критический красный уровень опасности. А с более подробной информацией с места событий наш корреспондент Оскар Сергалиев. Оскар, здравствуйте. Какой к этому времени вы располагаете информацией? Мы находимся в центре города, возле здания Алмалинского РУВД, где сегодня в начале 11 утра прозвучали первые выстрелы. По словам очевидцев, некий мужчина напал на постового, завладел его автоматом и ворвался в здание РУВД. Что там происходило, нам пока неизвестно. Очевидцы рассказывают, что через некоторое время вооруженный мужчина вышел из здания РУВД и направился в сторону Никольского рынка. Нам удалось разыскать владельца автомашины Мерседес, который чудом остался жив после нападения. Он рассказал, как вооруженный человек направил на него автомат и велел выйти из машины, после чего произвел выстрел по автомашине и скрылся с места происшествия. Через некоторое время стали поступать сообщения о перестрелке в районе здания городского КНБ, также о перестрелке в районе улиц Авлайхана и Казбек-Би. В целом, до того, как МВД разместило свое официальное сообщение на сайте, по городу ходили невероятные слухи о заложниках в торговом центре, о целой группе вооруженных боевиков, которые якобы направляются из микроэна в Желдос, в центр города. Но все эти слухи не подтвердились. Согласно официальной информации МВД, сегодня во время перестрелок на месте происшествия погибли трое полицейских. Также известно о гибели одного гражданского лица, у которого бандиты отобрали машину. На данный момент задержан один из подозреваемых. Это 27-летний уроженец Казлардинской области, ранее судимый, которого также подозревают в убийстве женщины в минувшие выходные. В данный момент мои коллеги дежурят в больнице скорой и медицинской помощи. Они только что сообщили о том, что из доставленных в больницу полицейских двое, к сожалению, скончались. Пятеро полицейских в тяжелом состоянии находятся в реанимации. На данный момент это пока вся информация. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в городе. Я благодарю коллега. Напомню, Оскар Сергалиев рассказал о подробностях перестрелки. Наша съемочная группа продолжает работать на месте случившегося.